Вторую карту, Мираж. Действительно, Фрагстерс против Виртус Про. Мы уже в нетерпении того, что же будет на Мираже, потому что пока, как отмечали аналитики, как, в общем, и видно на камерах, Фрагстерс явно нацелена закрывать этот матч со счетом 2-0. Да, друзья, очень симпатичная команда из Дании. И не только по своей игре, но действительно, вот как команда сидит на сцене, действительно, как они стараются, как у них просто горят глаза, и они получают удовольствие от того, что происходит. Вы, те, кто ребят постарше, те, кто видел юных, тех же ребят из Виртус Про, там, неважно, какое было название, там, Митю Мейкер, Спинтаграм, еще была куча вариантов. Вы вспомните, как они сидели, что вообще там столько крика было слышно в соседнем здании, как ТАСС врагам кричит за взятые раунды, что вообще происходило. Тут уже в куларах вообще какие-то расклады пошли, что, может быть, поляки забыли, как играть в КС, там, не знаю. Забыли, как радоваться выигранным раундам, может быть. Многие говорили, что вот по Рабу уже, вот, я тоже слышал варианты, что и молодых ребят, например, взять в состав, там, что-то поменять. Мы вот здесь в куларах обсуждали с парнями, да, я говорю, да нет, наверное, просто вот нужно вспомнить свой стиль, играть очень умно. Я думаю, к этому идет команда, в принципе, нужно еще чуть-чуть дать время, и просто вот очень сильно на них давят со всех сторон. Я думаю, зря вот кто-то списывает вообще со счетов этих воинов, мне кажется, они еще не один год нас будут радовать своей игрой. Фанаты Virtus.pro с тобой точно согласятся, но что касается фанатов Fragsters, которых тоже немало уверен, сейчас ожидают от своих подопечных максимально сконцентрированной и эмоциональной игры. Да, Мираж по статистике одна из худших карт вообще команды Fragsters, единственная победа за пять последних матчей, и та она очень плотная серия овертаймов, которая даже превышала число раунда в основное время, но об этом всем немного позже. Карта Мираж, выбор Virtus.pro, который на ней будут атаковать, Fragsters защищаться, что происходит в андеграунде, тройной поджим. Кто к этому мог быть готов? Но Паша Бицепс дает размен, видел еще двух соперников, при этом ставный ему перестрелять не удалось, Миху вряд ли будет туда десантироваться. Там пытаются еще догнать, ребят, в подвале не получилось, ситуация 4-3 в пользу защиты, правда точка может быть под контролем атаки, если проверят номера 6, это Бубский, ну и посмотрим. Сейчас этот парень может очень неплохо сыграть, правда ситуация после фрага от Паши очень неплохая. Какие тайминги Белинский ловит сейчас? Он ведь не смотрел даже на Бубского, даже не собирался, наверное, контролировать ковры, но в тот момент, когда развернулся, Бубский вышел, это большинство для Virtus.pro, несмотря на впечатляющее начало пистолетного раунда для Fragsters. Теперь выбивание, выбивание в меньшинстве еще и без китов, посмотрите на позицию Миху, он-то скорее всего и станет здесь ключевым игроком. Минус один, а вот и второй, и минус второй. Миху отлично и очень красиво заканчивает этот пистолетный раунд с пользой для своей команды. Ну что же, хорошее начало, 1-0, ждем форс раунда. Сейчас датчан, посмотрим, что ребята придумают здесь на мираже против польских игроков. Смогут ли как-то сейчас вновь перевернуть экономику, ведь на Инферно получилось выиграть, ну, грубо говоря, да, два форса, один форс, один полный экономический, третий раунд второй половины. Ну и, в общем-то, это очень сильно повлияло на карту Инферноса. Хотя бы вот если бы одну из половин там выиграли бы Виртус Про начало, то, может быть, совершенно другая была игра и совершенно другой счет на карте Инферно. Ну а пока форсбай и агрессивный мидл от команды Fragsters. Поджимал Бубск, у него за спиной был тиммейт, если я не ошибаюсь. Рефреш, но это уже не особенно важно, потому что Виртус Про собираются под плотные раскидки на ноге выходить в точку Бет. Торбен с первого попадания вырубает Миху. Дальше этого дела не пошло. Есть еще попадание по Нео и Бялому, но в целом плент Б занят. Команда Виртус Про это самое главное. Немного, казалось бы, потерялся Снакс, но перевелся на Dragonfly, у которого не было армора. Ставны Бубски, кстати, у Ставны армора тоже нет. Дожидается Снакс, но Снакс здесь в качестве люркера. Попытается просто заработать немного денег. Так, ну и попытаются, наверное, что-то повыбивать, конечно же, Fragsters, может быть, что-то унести в следующий раунд. Но максимум это вот МАК-10, например. Да, минус Снакс, отличная вроде бы ситуация для датчан. Хотя посмотрим. Ну нет, не бегут, конечно, поляки за ними. Зачем это нужно делать? 2-0 за Виртус Про. И, в принципе, опять же, для поляков тоже ничего страшного. В общем-то, в этом БО-3 не произошло. Отдали карту выбор соперников. Сейчас на своей карте, если выиграют, то все очень даже неплохо. Вот все-таки Train, как для меня, очень спорный в исполнении команды Fragsters. Но пока не менее спорным получается и концовка раунда для команды Виртус Про. Вся команда оказывается мертва. Бубски дает минус 3, он заработал и денег. Давая фраг как минимум один с МАК-10, от жалой АК-47 и сильно помог в целом своей команде. Виртус Про сейчас придется жестко сконцентрироваться на следующей. Видно, что они недовольны. Сейчас посмотрим, сработает ли это каким-то суперплюсом команде Fragsters. Будет ли все-таки пару каких-то фармганов от Виртус Про. Либо они сейчас вообще плотно на все деньги закупят. Галилу плюс клаши. Ну, либо будут... Может, Фрагстр сейчас собираются закупиться? Иначе для чего им пауза? Может быть. Может быть. Сейчас очень важное решение все-таки, что же делать. Посчитать экономику, закупиться и рискнуть. Либо, наоборот, взять паузу и обсудить с ребятами, что, может быть, и не стоит рисковать. И что и так все нормально. Лучше в первом оружейном что-то посерьезнее закупить. Либо что-то оставить. Какой-нибудь Фамос. Фрагстерс. Фрагстерс. Кстати, впечатляюще выглядит этот бай. Нельзя сказать, что это какой-то дефицит. Скаут это вполне нормально. Даймэдж дилинг. Всего лишь один фармган. Два Фамоса. Пока 47. Это... Даже киты есть. Ну, Виртус Про все поняли. Да, пауза не просто так, конечно же, бралась за чанами. Закупились вот тоже очень мощно. Всего лишь один юмпик. Ну, за счет того, чтобы Нео по максимуму гранат купить. А именно Нео раскидывает центр карты. Ну, и мы видим, какой раунд разыгрывает польская команда. Они тоже слишком сильно не мудрят. Нео раскидался. Ну, и правда здесь страдают ребята. Но не ожидали второго в коврах. И уже пошла яма. Минус отбяли. Забирает Бовский. И у Драгонфлая. Не ваншотный девайс. Ему здесь придется очень тяжело. В то время как Виртус Про не жалеют. Гранат закидывают джангл. Есть попадание Драгонфлая. Попытка добить того хаяшка. Но, разумеется, игрок польской команды уйдет в ковры куда-нибудь подальше. Пока Снэк с ближним пиком закроет самого Драгонфлая. Этот раунд мог бы уйти Фрагстерс. И все еще они могут за него сражаться. Посмотрите на ХП команды Виртус Про. Но, да, по ХП и у самой Фрагстерс. У самой команды Фрагстерс все не слишком здорово. Начало у дачан получилось впечатляюще. Но, как и отметил мой коллега, не ожидали увидеть второго игрока в коврах. Скорее пытались занять эту позицию, чтобы игрокам Виртус Про на точке А было сложнее в целом. Однако, Виртус Про все действительно поняли. Пусть этот раунд и был для них на волоске, но все заканчивается хорошо. Счет становится 3-0. А вот Фрагстерс загнали себя в некую экономическую ловушку. И теперь придется сливать на раунд больше. Вот такие вот незамысловатые вещи происходят. Пока на Мираже действительно у Виртус Про нет особых проблем. Отлично! Виртус Про. Выигрывают еще один раунд. И при этом, считая экономику, осознают, что сейчас, как мы и сказали, Фрагстерс будут сливать. Поэтому, возможно, мы увидим несколько фармганов. Ну, как минимум один от мертвого в прошлом раунде игрока. Почему бы и нет. Но зрители в зале по-прежнему болеют. В основном, конечно, за Виртус Про. Аф, а ты болеешь за Виртус Про? Все-таки старые знакомые по 15 лет на сцене. Конечно, переживаю за команду. Всегда слежу за их результатами. Хорошие ребята. Но, опять же, все-таки в КСе болеем за красивую игру. За лучшую игру. Поэтому, как ты знаешь, все равно в этом матче получается... Где-то вот часть меня из-за Фрагстера болеет. Потому что, ну, вот очень нравятся мне эти юные датчане. Очень классно играют. И посмотрим. Победит сильнейший, в общем-то. Что говорить. Снакс Смиху отлично начинает этот раунд. Не получилось зацепиться с пистолетов у Фрагстера. Здесь в центре карты. Может быть, у Бубски, конечно, получится. Ну, вроде бы Паша Бицепс должен был подставиться. Он прыгал с шарта на окно. Его надамажили. Он вынужден был прыгать. Туда прилетела еще и ХАЕшка. И все равно Паша Бицепс живет. 8 хп и, самое главное, огонь в сердце. Ну, ситуация абсолютно рабочая для Virtus.pro. Это 5 в 3. Мы видим при этом, что на точке B. Нео уже вовсю хозяйничает. Плюс Накс прикрывает в коннекторе Dragonfly. Там же он видел и второго своего соперника. Но здесь, наверное, Virtus.pro просто не стоит медлить. Иначе может подставиться кто-то вроде Снакса. Правда, Ставн сам показал свою позицию. Да нет, абсолютно спокойный раунд для команды Virtus.pro. Ребята, хорошо бы установили свою экономику. В общем-то, будет запас на несколько раундов. Ой-ой-ой, что сейчас произойдет? Ой, Нео проходит спиной Бубски. Кстати, тоже этого не понимает. Но сейчас Нео же просто пройдет Бубского. Ребята разойдутся миром. Диффузов нет? Нет, жалко. Было бы весело. Это картина маслом. Да, было бы очень весело, если бы они, конечно же, были. Но, в общем-то, посмотрим. Направо не смотрит пока что Бубски. Ну, там есть контроль в шарте. Бубски это точно понимает. Хорошая попытка. Да. Дымки ты. Дымки ты и Ниндзя Дефьюз. Это было бы уже совершенно другой вариант. Но, к сожалению, не было. Не было. Был Фамос, но он не слишком сильно помог команде. Ну что же. В общем-то, уже собирается неплохая по идее экономика у Фракстерс. Ну и пора бы немножечко побороться, показать свою игру. 4-0. Именно с такого счета начинается борьба. Ну, а нам показывают повтор с Накса. Хороший, конечно, получился момент. Но, опять-таки, отстрела на Эко. Тем не менее, минус 3. Это хороший результат. Счет 4-0. Ну и на наших экранах. Торбен и Драгонфлай. Игроки команды Фракстерс. Интересное укрепление получается. Виртус Про могут столкнуться с проблемами в этом раунде. Они собираются разыгрывать простейший сплит на точку. А в ранних таймингах, к чему совершенно готовы оказались Фракстерс. Изначально у них было большинство, но перестрелки проигрываются. Виртус Про не тратит особенно гранат. И это момент 3-3, несмотря на изначальное укрепление рефреша. Сейчас тоже найдут. Он погибает. Большинство выходят. Виртус Про. Это раунд 5-3 для Фракстерс. Великолепно. Великолепно. Парни сейчас переворачивают ситуацию. Ну и давайте посмотрим, как доиграют раунд Торбан и Драгонфлай. Очень сложная ситуация. Торбан все-таки справился с Пашей. Драгонфлай попал по Снаксу. Ну и ребята остаются против Биали. Двое против одного. Бомбу они, по-моему, нет, не видели. Судя по тому, как убежали только что. Либо нет, это просто смена позиций. Скорее всего, в исполнении Драгонфлай. Очень грамотное смещение. И сейчас он, по идее, вот-вот делает минус. Да. 4-1. И, казалось бы, Фракстерс были на волоске. Но изначальное укрепление, изначальная готовность к раунду, который нам показали Virtus.pro, позволила Фракстерс даже при ситуации, по-моему, даже... Ну, 3-3, да, 3-3 точно была ситуация. Все-таки ее разрулить 4-1. Ну, конечно, денег у Virtus.pro еще достаточно. Правда, в следующем могут возникнуть проблемы. У Фракстерс имеются неиллюзорные шансы сравнять счет прямо сейчас. 7-0-3, пока идет СНАКС, 0 убийств у Neo. Для тех, кто недавно подключился к BetSnet Masters, друзья, вот только с этого дня... Ну, давайте, ладно, после этой ситуации поговорим. Паша хороший все-таки минус, подлавил Dragonfly, где-то разглядел его текстурку. Так вот, в четвертьфинале все-таки Double Elimination, ребята уже встречались. И, в общем-то, было три карты между командами. И победила, конечно же, команда из Дании со счетом 2-1 по картам. Проиграли Mirage 16-6. Ну, в общем-то, сейчас, в общем-то, где-то такое же развитие событий. Очень уверенно свою карту начинают Virtus.pro. Ну, а потом очень боевое было Inferno 19-16 за Fractors. Сегодня мы уже посмотрели Inferno. Ну, просто сегодня начинаем с выбора от Fractors. Если прошлый матч мы начинали с выбора команды Virtus.pro. Ну, и тогда был нюк третьей карты. Сейчас все-таки поменяли ребята, и будет трейн. И очень, конечно, хотелось бы посмотреть, что изменится вот из этой последней карты. Да, тем более, что Fractors на трейне мы уже видели. А вот Virtus.pro, по-моему, на этом турнире, если будут ее играть, то играть будут впервые. Все-таки думал, на сейв пойдет сейчас команда Fractors. Но после этих фрагов, конечно же, какой смысл сейвить? Они остаются в ситуации 3 на 3. И, может быть, если сейчас в кухне как-то разберутся, то им, может, стоит и пойти на выбивание. Не чекай, да. Но Neo, по-моему, не читается. Neo прекрасно слышал самого Бубского. С другой стороны став в коврах. Его не перестреливают. 2 в 2. Сколько времени? Там другого бомба еще достаточно. Миху. Отличный пик. Став дает фейк. Но не перестреливает Neo. Это 5-1. Fractors обнуляют свою экономику. И пока все начинается, на самом деле, так же, как и на Inferno для Fractors. Там счет был 8-1. Но здесь Virtus.pro тоже мало-помалу к этому идут. Да, хорошо. Сейчас чувствует VP свою атаку. Действительно, на мираже у команды сейчас все очень неплохо получается. Но и, с другой стороны, пока что мы не видим каких-то глобальных изменений от Fractors после того четвертьфинала, после первого игрового дня. Все-таки должны были тоже сделать выводы и кое-что поменять в игре против команды Virtus.pro. Но пока мы по-прежнему все та же мощная игра от польского коллектива. И где-то в роли догоняющих по-прежнему выступают ребята из команды Fractors. Но посмотрим. Это только начало, опять же, половины. Ждем следующий оружейный раунд. Крайне агрессивный Virtus.pro начинает. От раунда была попытка поджать яму, но не идеальный дым со стороны датского коллектива. Паша им воспользовался. После этого Virtus.pro просто стали давить. Правда, в перестрелках пока им жутко не везет. И каким-то образом Fractors внезапно выходит вперед. Подлавливают с Некс. Минус по Нео на момент установленной бомбы. Миху прокидывает красного ставна. И тут же получает от Торбина жесть. У Паши 10 хп. Как же Торбин очень классно отыгрывает сегодня. Ну и давайте посмотрим, чем все закончится диффузами. Есть некие проблемы. Зато Молотов подобран Торбином. Сейчас он, наверное, сюда и прилетит. Нет, не сюда в ковры ушел Молотов. А у Паши тоже есть Молотов. И, конечно же, не успеет Торбин обезвредить бомбу. Так. И нужно садиться. Походу успевает. Если не сгорит 28. Так там же были диффузы вроде бы. Сейчас посмотрим, успеет или нет. 3-2-1. И это победа! Брэй Фрэш красавчик. Доли секунды решала в этом эпизоде. Ну и потащили парни. Какой сложный раунд. Казалось, каких-то глобальных проблем не было. Но эти ЦЗшки сработали в очередной раз. Очень круто. Отлично отыграл Торбин. Наверное, проблема была в том, что Паша все-таки не ваншотнул. По первому игроку его не добили. Ну и, возможно, это в каком-то смысле решило. Во-первых, Virtus.pro спровоцированные оказались. Все-таки слишком быстро, ну, побыстрее, чем они хотели выходить в точку А. В опять же укрепление, реализованные ЦЗшки. Ну и, конечно же, такое Virtus.pro проигрывать не могут себе позволить. Тут же берут тактическую паузу. Мы говорили про счет. Ну там 7-1, ладно, если и не 8. Ведь за этим форсбаем Фракстерс ожидал бы экономический раунд. И Virtus.pro набрали бы, раскрутили, так сказать, свой маховик выигранных раундов вместо этого. Сейчас мы видим интересные вещи. У самой команды Virtus.pro заканчиваются деньги. В противовес полному баю от двух снайперских винтовок у команды Фракстерс. Ну ладно, один раз можно там. Но никто не идеален, да, никто не супержелезен. Один раз отдать каким-то ЦЗшкам раунд, ну, что ж, не повезло, ошиблись. Если уже второй, там третий, это уже действительно серьезные проблемы, конечно. Но посмотрим. Может быть, сейчас парни с одним калашом что-то хорошее придумают. Пока что очень агрессивно в центре карты работает команда. И вообще вот-вот начнется атака на точку А. Посмотрим, справятся ли с таким таймингом сейчас ребята из Дании. Потому что очень быстро работают парни. Справляются пока что. Миху пропускают из коннектора. Он делает один, два, три. Убийство. Миху просочился все-таки. Ему дали единственный калаш. Плюс ко всему рефреш. Не попадает по пропрыгивающему на мидле Снаксу. Его тоже нужно будет как-то проходить, потому что иначе рефрешу не дадут сыграть. Снакс. Рефреш просто решил, что Снакс ушел в андеграунд. На самом деле никуда он и близко не уходил. Торбен остается 1-3. Сложнейшая ситуация. Просто жесткий. Он никуда не пойдет уже. Торбен жесткий. Миху там лежал смоу в коннекторе. Он просто выходил из Смака. Да, тиммейты великолепно начали атаку. Для него сделали все, чтобы как раз на него не смотрели, на его позицию. Но и сам Миху. Как же он реализовывает выход из коннектора? Минус три. Главное, первый там упал. Второй. Но уже и третьего задавил. Это уже, по-моему, был перебор. Третий вот как раз находился без позиции на сэндвич. Он рассчитывал спрятаться. Но он был и красный. Инфа по нему была. И позиция та, из которой уже не уйти. Он тоже мог поднять прицел, увидеть одну голову и попасть. Но этого не произошло. На него же параллельно еще другие игроки в РТУСПРО открывались. С ковров, из ямы. Паниковал, да. Ну и Миху просто там затопил сверху. Даже, по-моему, не напрягался. Может быть, посмотрим повтор с его глаз. Этого классного момента. Так, и вновь пауза. Конечно же, тренер должен пообщаться с парнями, немножечко их успокоить. Потому что все молодые, горячие, могут где-то немножечко на нервах, на кураже сыграть. Поэтому, в принципе, наверное, и так много пауз. Постоянно повторяет, постоянно напоминает. Напоминает, что обсуждали, что хотели сделать и что хотели поменять. И вообще, как нужно играть в этом матче. В принципе, хорошо работает вроде бы тренер команды. Да, вот как и хаос. Мы не слышим, о чем он говорит. Но вот вроде бы все эти паузы в тему заходят, сбивают ритм соперникам где-то свою команду. Вот, возможно, успокаивают. В нужное русло настраивает. Ну и посмотрим. Все-таки 6-2. Ох, какое решение-то сейчас. Непростой раунд от Фракстерс. Ну, а другого варианта у Фракстерса не оставалось. С двойных у них был бы, скорее всего, в любом случае. Так что тут... Получилось даже не так-то плохо. По-прежнему киты. По-прежнему большинство девайсов. Пусть и UMP. Драгонфлай. Ну, пока что тиммейт отвлекает внимание. Драгонфлай может просочиться в свой СДМ и сделать какой-нибудь минус. Нет, Паша сохранил жизнь тиммейту. Спас. Телохранитель. Просто спас, конечно. Великолепный момент. Классно, кстати, сыграл Драгонфлай через окошко. Сложный прыжок. Прошел по шарту. Слышал моментом зажатия полной обоймы от соперника и вышел в релоуд. Просто все идеально, казалось, сделал. Но вот Паша с его АВП отыграл очень классно. 4 в 5. 3 в 5. Тоже поймали без позиции в попытке прорвать дым. Ну, теперь дело техники. Будь у Торбы на Дигл, наверное, мы бы могли поверить на то, что он сейчас примет четверых, а то и пятерых соперников. Но с UMP... Да его окружают уже. Посмотри, там уже и Миху в кухне, и коннектор отстрелили. И, конечно, сложнейший момент уже и нашли. Да, тут не спрячешься, конечно, под всеми углами были поляки. Это седьмой раунд и, может быть, даже восьмой для команды Virtus.pro. Пока все хорошо, пока все получается. И, в общем-то, по тому же сценарию идет эта встреча. Данные Миражи на своей карте Virtus.pro хороши, на своей карте Инферно хорошо играют Фракстерс. И вот единственное изменение между этими МБО-3 сериями. Это третья карта. В первый раз играли Инферно, 16-14 выиграли Фракстерс. Там сложнейший матч был. Но на этот раз команды немножечко по-другому пикали карты. И у нас будет все-таки трейн. Очень интересным этот трейн может получиться в матче, ведь против Хэлл Рейзерс Фракстерс оказались хозяевами этой карты. Выбирали ее сами, насколько я помню. Так что там для Virtus.pro все не так однозначно. В ВП все очень логично действовали. Они вчера увидели этот трейн против команды Хэлл Рейзерс. И сказали друг другу, а зачем мы вообще против них Нюк пикнули? Давайте играть с ними в трейн, и все будет очень просто. И мы, скорее всего, за счет этого трейна победим. Вот я по-прежнему считаю, что... Ну, не знаю. Может быть, это был какой-то, знаешь, просто случай против команды Хэлл Рейзерс, когда вот просто все не получалось у команды. И Драгон Флай не попадал с АВП, и Ашеры хорошо очень играли на карте Детрейн. Ну и вообще все время там не могли даже прочитать своего соперника Фракстерс. У них как-то очень тяжело шла игра против Ашеров. Я считаю, что Ашер неподходящий индивидуальный для Фракстерс стиль. Потому что очень жестко доминирует Воксик, в индивидуальном смысле Ангел. Но пока что попытка реализации единственного девайса у команды Фракстерс проваливается. Это три едва ли несинхронных убийства от Virtus.pro. И первая половина должна уходить польским мишкам. Это укрепление с успами ничего не даст. Разве что, может быть, Снэкса заберут? Нет! Вот это Снэкс! Вот это разворот СЗшка! И ведь СЗшка берет сколько она там, наверное, 3-4 секунды достается из-за боймы. Ну не из-за боймы, а из арсенала. Да, в такой ситуации проще было, не знаю, нож схватить и два раза еще нажать на кнопку. Снэкс, конечно, молодец. Рефрэш. Ожидаем от него эйса. Нет, это первая половина, которая уходит команде Virtus.pro. И сейчас начинается самое интересное. Разрыв может быть фатальным, либо фракстер смогут выйти на тот же счет, что был на Inferno. Вот хватит ли сил дожать окончательно сейчас УВП своих соперников, чтобы не было проблем второй половине. Потому что мы всегда знаем, как в КС обычно бывает, все-таки ты уверенно лидируешь там в половине, но концовку какие-то там лишние 2-3 раунда отдаешь. Не потому что вот так получилось, ты устал, потому что и соперник тебе уже немножечко присмотрелся и готов к твоим выходам. Ну и, возможно, принял очень правильное решение уже по концовке. Из Бубски отлетает. Мог, вроде бы мог забрать Пашу, но, к сожалению, 23 хп остается у Паши. Ну и у Бубского уже ноли, его нет на карте. И вновь в центре килла начинают раунды Virtus.pro. Это очень приятно всегда разыгрывать для атаки. Но по-прежнему на точке А находится достаточное число игроков фракстерс. Под контролем коннектор. В джангле, в случае чего, играет снайпер. Так что для Virtus.pro. А вот теперь все становится значительно сложнее, ведь можно и развернуться. Команда Virtus.pro сейчас, казалось бы, загоняет себя в ловушку укрепления плента А. Но перестрелки плюсовые для них. Девятый и рефреш один в три. Сложный момент. Еще с соперником, точнее, за спиной. Есть инфа по коврам. Есть понимание, что, скорее всего, второй находится в пленте. Его просто нужно найти. А вот Миху, который палит себя за ниндзи. И переигрывает рефреша. 9-2. Virtus.pro чувствует себя на мираже, как рыбы в море. Да, но и тут себя, опять же, Фракстерс пока никак не чувствует. Они так просто играют дефолтами. Но вот нет того, что есть на Инферно. Опять же, чувство таймингов, понимание карты, там, с закрытыми глазами смещения. Этого не хватает, конечно. Ну и вообще, вот, в принципе, поэтому и существуют свои и чужие карты. Вот нельзя идеально одинаково подготовить все карты, которые играются в Counter-Strike. Но, опять же, есть любимая карта у отдельно взятых игроков. И в сумме у команды есть нелюбимые карты. Так что, это норма. И по-прежнему вопрос, вот, все-таки, насколько Трейн поможет команде Virtus.pro на третьей карте, если они здесь заиграют с победой. Либо он поможет команде Fraxters совершить небольшое чудо. Может быть, даже пройти в финал, а может быть, даже взять весь турнир. Это именно то, на что сейчас Fraxters и рассчитывают. Ну и очередной эко-раунд. Уже понятно, что первая половина серьезной доминации уйдет команде Virtus.pro. Ну да, когда твой соперник берет все ключевые раунды, там берешь один оружейный, потом его сразу же отдаешь. Ну, я не знаю, вот, может быть, наши зрители нам подскажут, сколько уже экономических раундов сыграла команда Fraxters. Пять, шесть. Больше, чем девайсных, наверное, если уж так посмотреть. Можем с другой стороны подойти, да, сколько девайсных они отыграли, вот, полноценных. Ну, есть все еще порох-пороховница. Опять-таки, счет 10-5. Это счет, который устраивает практически всегда догоняющий коллектив. 4-11. Да, ну, уже такая ситуация на карте, когда и деньги начинают появляться у защиты после серии. Ну, и вот двойное ВП. ВП, да, нет указок, но, опять же, против Калашей это не всегда важно. Есть три набора диффузов. В общем, хорошие гранаты. Ну, и Dragonfly, ну, и на этот раз рефреш будет действовать с ВП. Так, ничего страшного. Это заснул кто-то из спектаторов, закрыл глаза. Все нормально, открыл. На месте. Ну, и смотрим за раундом от ВП. Пока что это больше похоже вот на просто вот выход на контакт на некоторые позиции, судя по бомбе. Да, прекрасный дымоноконнектор, который не позволяет развернуться там Бубскому, насколько мы видим, именно он находится в этой позиции. Ковры уже пройдены. Интересно число игроков Ракстерс на точке Б. Но, опять же, посмотрите на бомбу. Это говорит о том, что Virtus.pro сейчас могут за секунду развернуться и быстро перебежать на противоположный план. Бубский слышал пропрыг Нео, и, скорее всего, сейчас того будет дожидаться. Отличная работа. Ну, Бубский уже едва не уходил. То есть, сделай Нео этот пропрыг, ну, на две, на три секунды позже. Его бы не услышали. Все могло бы закончиться иначе. Вот видно вообще вот очень мало раундов защиты. Миху не дочекал. Миху не дочекал. Торбену перестрелку он проигрывает. Что не так? 28 Торбен. Нет, 12 Торбен, Dragonfly 28. Ну что, еще 3 в 5 попытаются выиграть. Ребята, да, Паша подловил. Все-таки Dragonfly очень важный минус. Распечатал немножечко точку. Сразу же смог на позиции Долпана. Не дают сейчас Бубский как-то неожиданно выскочить. Получилось, Паша не попадает. Вот это поворот событий. Хедшот Паша. И 4 в 2 ретейк, в принципе, перспективный. Но есть вопрос. Там Торбен биты. Но это, наверное, не проблема. Стаун, соло пошел. Что? Снэкса спровоцировали. Молотовым Бубский разменивает по Снэксу. Инфа есть, но стрельба его выше всяких похвал. Рефреш под него подставляется. Гляньте на хп Датчан. При фаере от Бубски. Снэкс на него реагирует. У Торбена 12 хп. Но Снэкс не понимает, откуда ждать Торбена. И это третий раунд для команды Фракстерс. Однако, насколько близки были Virtus.pro, здесь даже словами не описать. В такой-то сложной ситуации все-таки, сколько два первых убийства было у Фракстерс, это очередной раунд, по сути, 3 в 5. У Фракстерс два дефолта вообще в защите на этой карте. Они там нигде особо не поджимают, не играют нестандартно, не выпадают в шерта, делают подсадки, не делают там какое-то мощное укрепление центра карты. Они просто каким-то дефолтом пытаются выиграть у Virtus.pro ее сильнейшую карту, ребята. Но это невозможно сделать, нужно, конечно, может быть, будет какая-то хорошая атака, но я не знаю, позволит ли ВП еще пару раундов вытащить. Здесь самая главная задача. 10-5 это может быть еще неплохо, действительно. Но опять же, нужно показывать атаку на карте, которая вроде бы у тебя не очень-то и сильна. Мы видели статистику, мы понимаем, что и у Virtus.pro защита должна быть на высоте, но маневры от Фракстерс, хоть и нестандартные, однако не всегда рабочие. Миху. Какой уже антрекилл от атаки? Я сбился тоже со счету, но очень много антрекиллов дает атака, просто страдают здесь в защите ребята из команды Фракстерс. Миху остается 11, но все-таки свой минус он сделал, забрал рефреша и... И Dragonfly разменивает, при этом Снакс не понимает, куда смотреть, его закрывают с шарта. Все-таки вынужден был контролировать и поджимы из коннектора, и поджимы с шарта, но такая уж была у Снакса позиция. Так что вновь в меньшинство для ВП, плюс ко всему Миху, который сделал первое убийство сейчас красный, и в перестрелке ввязываться ему будет непросто. А вот Фракстерс направление атаки читают. Ну и вообще, наконец-то, сыграли агрессивно и в центре, и четко, и не подставились. Ну, кроме антрекила, дальше все классно, конечно, получается. Это Датчан, вот и Бубски слишком широко раскрывается на ступеньках, видимо, хотел прочекать яму, но уже было поздно. Снова молотовый патрон заканчивается, лишь только это спасает жизнь Бялому, который неужели не установит бомбу, да, все мимо летит. Вот только поставил бомбу, тут же Бялого забрали, забрали Нео, но Virtus.pro получили деньги на последний раунд. Это было самым главным. Проиграли, Virtus.pro получается два подряд, и в двух этих раундах они должны были закупаться. Реально сейчас бомба. Здесь, знаешь, Датчанам уже вообще, по-моему, все равно, главное, что у них есть оружие, главное, что они уже взяли этот четвертый раунд, и сейчас вот очередной, там, тяжелый бой будут пытаться вырвать. Да, но я говорил об этом скорее в контексте того, насколько Белинский постоянно был близок к смерти, и все равно сделал эту необходимую бомбу, но... Там 8-800 у Миху. Ну и у остальных по 3... У двух по 3-800. 3-500. Ну, все-таки установить бомбу было... А, это оставшиеся деньги? Там просто... Там просто... Ладно, бомба... Олигархи. Бомба здесь была просто, чтобы немножко вперед по очкам выйти, наверное. Какая бомба, да. Да-да. Не самый ключевой момент. Согласен, Dragonfly. Может быть, сейчас получится первый килл сделать. Макушечкой и прострелом. Снял скальт. Снимают Миху. Просто с Миху. Ох, здесь Нева. Опасно играл, мог получить по голове, но сам великолепно прострелил. Таким же жестким моментом став на 4 на 4. Попроще стало. Атаки вновь Dragonfly моментально выпадает, дает минус. Ну вот начали и выпадать, и чувствовать тайминги атаки. И рефреш уже здесь так же четко работает со вторым ОП команды. Ну и вновь хорошая уверенность ситуация. 4 в 2 для Афракстерс. И действительно вот тот самый момент, где они возьмут пятый раунд, возможно. И рефреш. Кстати, отлично чувствовать себя на роли универсала. Он второй ОВП в команде. И при этом очень грамотный стрелок. Хороший клатчер. Я бы обратил на него внимание. Снакс 1 в 4. Ну когда-то, в 14-15 году, Снакс мог такое растащить. Сумеет и сейчас Януш Погожельский. Кстати, игрок, который в последнее время тоже ищет свою игру. Ну все-таки несопоставима, наверное, его текущая форма с тем, что он показывал раньше. Так, кстати, может быть и форма та же. Форма Virtus.pro. Понимаешь, чтобы ты был одним из лучших игроков в мире, надо, чтобы твоя команда была одной из лучших в мире. Справить ли его? Одно без другого, но редко существует. Да, с одной стороны. Ну есть, опять же, разные примеры с разных сторон. С точки зрения, как бы там ни было, 10-5. И это нормальная половина для команды Fraxters. Они могли закончить на много хуже. Я заметил, как команда Fraxters все-таки меняет свои раунды. У них та же расстановка, они просто меняются позициями. Так, теперь Яна Б, так, рефреш пошел в центр карты. Ну вот, действительно, не очень много вариантов у них в обороне. Но вот по концовке уже прочувствовали, поняли, как играть. Но чуть-чуть поздно, возможно, а возможно еще все-таки все получится, если у них зайдет начало, зайдут пистолеты, первое оружие, там какой-нибудь счет 5-0. Уже 10-10, и уже у тебя куча денег. И чтобы это случилось, нужно выиграть, по сути, пистолетку. Просто аккуратно сыграть против фарса и выиграть первое оружие, в котором у тебя будет преимущество. Потому что защита, как всегда, где-то армора не купит, где-то гранаты. Однозначно. И Fraxters, которые уже получили опыт и прошлых своих матчей, сейчас должны такие вещи прекрасно осознавать. Но вот с другой стороны, пистолетный раунд в Virtus.pro практически дарит победу на карте. Ну посмотрим. Тут очень важная пистолетка и, конечно, последующий форс. Кто их выиграет, тот, конечно, намного усилит свои шансы на победу на второй карте. Ну, Fraxters, конечно же, просто вернутся в игру. Ой, там, по-моему, кто-то застрял только что первый. Может быть, тайминг потеряли игроки ВП, но нет, нет, все нормально. Здесь и тайминга никакого не нужно, Fraxters просто пушат B. И это здорово выглядит, если Снакс особенно никого не закроет, но он забирает первого игрока, видит второго на него, открывается рефреш. Бубский дает размен по Миху, и самого Снакса тоже проходит. Плюс для себя Ставн идет пушить. Кухню эта приносит также свои результаты вновь в 3 в 2. Нео находит Бубский, но большинство Fraxters удерживают за собой. Это самое главное Ставн. Насколько же он хорош в этом пистолетном раунде. Чуть-чуть не доиграл, да, уже пошел добивать соперника, получил лицо. Ну посмотрим, может быть, это станет ключевым фактором, то, что он сейчас полез перестреливаться. Ситуация 3 в 1. И если его тиммейты получат, конечно, и они виноваты, но он это начал. Кстати, отличный перекрестный огонь. Хотя он действовал абсолютно правильно. Он с Глоком был в упор, должен был просто идти и не попал, к сожалению. Рефреш отвлекает внимание на себя. Ожидал, что его тиммейт сыграет. Есть попадание от Бялова по голове. Есть понимание о том, где находятся последние. Кстати, киты тоже присутствуют. Торбен выпадает. И Белинский с первого же попадания вешает хэдшот. Киты есть. Есть вот тот самый момент от Ставна, скорее всего. Но я бы сказал, что там не доиграл игрок в шарте. Потому что у Белинского не было армора. У него оставалось буквально 12. Ну там не 12, ладно, чуть больше. С первого момента выпада от игрока. Виноват он все. Виноват Ставн, потому что он два раза мог стрейфануться вот здесь и уйти от Бялова. Он два раза выходил на него. Ну и в ситуации двое. И вот это попадание. Просто посмотрите. Вы играете вдвоем. У вас на открытой позиции стоит игрок. Все, пошла инфа. Да вы выйдете одновременно. Но он не может взять пистолет в одну руку, во вторую и раздать. Как в фильме голливудском. Налево и направо. Просто вы выходите одновременно и все. Его нет. Что? Неужели так сложно выиграть такую пистолетку? Это жесть. Браво, Virtus.pro. Браво, Бяли. Ну и поехали дальше. Вот сейчас Fraxters на практике оказались наказаны за излишнюю расслабленность при ситуациях в большинстве. Ну а пока что полный экономический, абсолютно ожидаемый команды Virtus.pro. У них есть три фармгана, которые, наверное, затем придется сменить. Пока что Паша Бицепс со своим Фамасом не будет подставляться под смерть. Наверное, даст возможность разыграться своему тиммейту Нео. Но того тоже не выпускают. Ну мы видим здесь все-таки такая половина, в которой форса по сути не будет. Ну да ладно, посмотрим. Весь упор на следующий раунд. Тут очень хорошо, что... Хотел сказать, что никого не убили, что лишние фармганы там остаются на руках. Ну Снак сделал два убийства с МП9, он его просто окупил, так что эта смерть ни на что не повлияла. Нет, ну им было бы хорошо, датчанам, чтобы все эти фармганы, три стуки сейчас оставались в этом оружейном раунде в руках команды Virtus.pro. Они бы с калашами их просто перевернули, потом бы ВП уже докупились бы. Но уже и у самих ребят бы и выигранный раунд был, и, опять же, оружие, возможно. Но посмотрим, посмотрим, что сейчас, возможно, и ВП этот раунд не позволит сейчас взять и спокойно отыграют и просто закончат карту Мираж. Но, как мы видим по баю, огневое преимущество присутствует у команды Fragsters. В перестрелках они должны быть сильнее. Ну, ВП есть киты, хороший пул по гранатам. И конкретный раунд у Fragsters прямо сейчас. Быстрый сплит, заход с двух направлений на плента, упорная позиция на яме и моментальная размена. Три против одного у Virtus.pro. Вот вам и атака на Миража у Fragsters. Там есть два размена, он играет под Молотовым. Два на два. И, конечно, еще есть все шансы. Я, может, хотел уже критиковать, там уже список моментов хотел расписать, что у вас калаши преимущество. Знаете, что вы у ребят там UMP-шки и так далее и тому подобное. Вы все равно вываливаетесь в упор из дыма на ту позицию, где может быть этот самый UMP. Но, тем не менее, еще раунд два на два доигрывается, и можно его потащить, потому что оружие явно сильнее. Ой, Миху не дожимает. Снак состоится один-два. Есть понимание по первому и по второму, при этом отличный тайминг. И Снак, скорее всего, выиграет этот раунд 13-5. Сколько там уже клач-моментов Virtus.pro показали за, ну, по крайней мере, вторую половину-два. За три раунда Снак чувствует свою игру. Что ж, датчанин, наверное, будет проклинать эту гранату у себя в руках еще долго. Да, Dragonfly, наверное, там уже сокрушил, там, наверное, стол, клавиатуру. Я не знаю, как, как. И думает, зачем она мне нужна была? Что это было? Вообще, для чего я так открылся? Просто отдается раунд. Выигранный командой. Практически вот такая же ситуация. Могли просто вдвоем выйти и забрать Снакса. Ну, что же, 13-5. Биали принимает Dragonfly. Судя по всему, и 14-й могут забрать себе ВП. Если сейчас не пойдут ван-тап и ван-шоты от Fragsters. Сдеглов. Что ж, с одной стороны складывается впечатление, что для Virtus.pro.m. и Rush-то почти выигранная карта. Но прямо сейчас мне вспомнился оверпасс команды Fragsters против Gambit. Тоже сегодня. С счетом 13-2, напомним, Gambit вели в первой половине. И по итогу проиграли. 16-14 оверпасс. Ну, здесь туда еще лучше, что 13-5. Ну, правда, деглы в руках, не оружие. Сейчас 14-то будет. Да, ну, может быть. Посмотрим, посмотрим. Еще не все закончено в этом раунде. Хотя, вроде бы, все очень уверенно по позициям, по ситуации на карте для ребят из Virtus.pro.m. Ничто не предвещает беды. В данный момент, опять же, только какие-то чудо-моменты. Великолепная стрельба вот такая может перевернуть этот раунд. Но, опять же, таких моментов должно быть еще парочку, как минимум. Чтобы хотя бы было большинство атаки. Фрэш нужно что-то сделать с коннектором. Там Паша бицепс, Нео. Ну, это отличная разводочка. Пока переводился в одну сторону, его закрыли с другой. Также и с Накса. Разменивают. Возможно, будет бомба. Будет бомба, будет оружие. Тут еще можно раунд выиграть, на самом деле. Если сейчас Паша никого не подловит, то... Это очень крутой момент для команды Фракстер. Все-таки смогли выйти на Б, подобрать калаш, забрать одного из игроков, поставить бомбу. Ну и Торбен... Нет, не реагирует на Пашу. Он рассчитывал стреляться с окном. Паша бицепс. Минус два в этом раунде. И, кстати, именно у Паши сейчас должна быть первая статистика в своей команде. Я имею в виду, конечно, по убийствам. 14-5. Два раунда до победы на своей карте для ребят из команды Virtus.pro. Два раунда до счета 1-1. В принципе, многие ожидали то, что сейчас будет именно три карты. Как и в предыдущем матче, когда ребята сошлись в четвертьфинале. Все-таки дабл эллиминейшн в первый игровой день. Ну и, конечно, тут очень большое желание у команды Virtus.pro все-таки взять реванш. Зато поражение за счетом 2-1. Уже третий или четвертый раз говорю, что тогда была карта нюк. Третий. 16-14 выиграли Фракстер. Сегодня будет Трейн. Опять же, я уверен, вычеркнули нюк Virtus.pro после увиденного матча Hellraiser с Фракстерс. По джиму, мид-лай в исполнении самой команды Virtus.pro. Здесь бялое остается, казалось бы, без позиции, но все делает максимально жестко. Это два убийства от него. При этом он дал ассист еще и Миху, что находился у него за спиной. Бубски погибает. 15-й раунд. Ну все погибают. Нет, там немножечко поборются. Все-таки Мартин Лунд еще побьется в этом раунде против троих соперников. Но, опять же, все против него. Есть время очень много на разыгровку этого момента, но нету бомбы в руках. И, в общем-то, опять же, ситуация очень сложная. Нужно идти к соперникам и просто показывать чудо-стрельбу, чудо-контерстрайк. Ну, вспоминаем о Эйзе, наверное, в подобных ситуациях на Мираже, где 1-3 им разруливались. Тут пошел спрей. Но 11 хп после этой перестрелки остается. И, скорее всего, Снакс. Да, все сделает максимально четко. 15-5. Теперь 10 раундов подряд. Нужно фрагстрс просто, чтобы выйти на дополнительные раунды. Больше тысячи убийств с ножа. С другой стороны, на статтреке у Снакса. Что ты ему противопоставишь? Когда ты убиваешь тысячу человек с ножа. Это серьезно. Да. Итак. 2 АВП. Виртус Про. Все нормально. Полный пул гранат. Киты у всех игроков. У фрагстрс есть четкий план. С другой стороны. Для самих. Ставна сейчас умрет. Нет! А как это? Паша не увидел Ставна. Жалко, что еще не собирается сеттрек. Кого еще забираешь? Там такой полный список. Кого на нож? Нео, Торбан. Бубский. Смаки прочувствовал нео. Но, правда, Бьяли неплохо отвечает. 2 на 2 ситуация. Бомба на дефолте пока что атаки. Хотя, опять же, времени только раунд начинается. Увидел. Увидел голову с Наксер и Фрэш. И, в общем-то, еще побьются против Бьяли. Но посмотрим. Этот парень также очень хорошо разыгрывает клатч моменты. Ну и посмотрим, не ошибутся ли Фракстерс. Просто у них сейчас, опять же, и счет против них. И, я не знаю, есть ли у них там силы и морали вот как-то тащить за атаку сейчас на мираже. Либо лучше все закончить и уже думать о карте Детрейн. Ну, Фракстерс будут бороться до конца, это точно. Но вот что касается Бьялова, один клатч момент. Он уже сегодня вытащил. Возможно, будет и второй. Ну, пока он даже не понимает, с какой стороны своих соперников ожидать. Они могут быть где угодно. При том, что сейчас еще и фейк дается на точку А. Ведь бомба находится в Б, о чем Бьялова, разумеется, не знает. Ну, да, на самом-то деле, ну, вряд ли он думает, что два игрока атаки сейчас возьмут и разойдутся по разным плентам. Это просто нелогично. Потому что он мог стоять на одной из точек, просто дать кому-то по голове. Либо просто остаться на 1 на 1, либо вообще выбить бомбу и остаться 1 на 1 с бомбой в руках. Поэтому... Ну, эта разводка сработала отлично. Да, да, очень шикарно. Через КТ проходит в кухню и теперь Бьялы. Ну, по-прежнему ждет Аплент. Сейчас будет сильно удивлен, я думаю. Да, думаю, не сильно, но, опять же, он уже понимает, он на таймер смотрит. Все тут уже, в принципе, еще чуть-чуть и можно бежать. На другую точку бомба установлена. 1-2 момента для Бьялова. Ну, и, в принципе, посмотрим. Есть у него и гранаты, и все диффузы, и арморы, и полное ХП. Вот, например, у атаки нет вообще гранаты. И, в принципе, может быть... Оу! Заметил, по-моему. Ну, он рефреш точно заметил. А вот сам рефреш, кстати, Бьялова не видел. Но выход из кухни нет, не контролируется. Граната от Бьялова на Форест. Посмотрит ли... Ну, как-то вяло очень он посмотрел на этот Форест. Как итог, этот раунд Фракстр все-таки спасают, вытаскивают с того света, можно сказать. Да, казалось... Вообще всю карту Мираж. Казалось, будет на лавочку вообще первым номером смотреть. А получилось, видимо, где-то для себя нашифровал, что там вообще нет игрока. И, возможно, показалось, что он как раз на машину выходил. Ну, ничего страшного, такое бывает. Но, опять же... А, ну, да. Ведь Бьялова видел соперника, голову его за машиной. Так что вполне логично было предположить, что один будет где-то в шарте, а второй за машиной. Действительно. 15-6 и 7, скорее всего. Вы посмотрите на Virtus.pro фулайка. Ну, что же, до Фракстрс еще побьются по ходу этого матча. Но, опять же, вот, смогут ли они еще 9 раундов подряд тащить? Это, конечно, серьезное дело. Серьезный вопрос. Не ошибившись ни разу. Это будет дорогого стоить такой камбэк. Ну, что ж. Минус Бьяли. Точка практически под контролем. Да, под контролем. Там только не... Может как-то помешать. Попытался через сэндвич отыграть, но нет, нет. Его очень быстро забирают. Забирают и Миху. Но вот здесь, кстати, могут рефрэдж подловить. Нормально, нормально. Все-таки дожал Паша этим спамом. Точно знал, что... Забил. А когда какая-нибудь пуля уже залетит. Просто забил соперник и забрал девайс. Ну и попытается, конечно же, его сохранить. Тут было бы круто. Следующий раунд. В защиту себе ваншотный девайс отправить. По-моему, у Паши иной план. Это отстрел с тестауна. Или просто ожидание в такой хитрой позиции. Полезет на Торбана или нет, который его дожидается. Но лучше не нужно. Нет, нет, нет. Конечно, чисто на сейф играет. Не должен открываться. Очень нужно сохранить калаш. Что же, взрывается бомба. Ну и вроде бы калаш остается в руках Паши. Кананда Virtus.pro. Ну и давайте посмотрим, что они сейчас все-таки попытаются сделать. Попытаются закончить игру в очередной раз. И получится это или нет. Точнее не игру, а карту. Мы сейчас узнаем. Ну, для Fraxers, опять же, замечательное такое приключение. Еще 8 раундов подряд протащить нужно. Ну, лишний опыт не помешает. Почему бы и не попробовать протащить? Ну, лишний раз, по крайней мере, вытянуть силы из команды Virtus.pro. Все-таки ты помоложе. Еще поиграешь на трейне. Да, ну сдаваться здесь точно не отрезоном. Ой, парни, там 15-6 счет. Давайте мы просто на трейн пойдем. Нет, понятно, что Fraxers будут сражаться до конца. Да и мало ли что, всякие камбэки в этой игре бывают. Смотрим за... Нет, ну просто следующая карта станет 6-ой для Virtus.pro сегодня подряд вот здесь. И они уже так все... Могут быть все медленнее и медленнее. Вот, так что Fraxers и сейчас до овертаймов дойдут. И на трейне еще поиграются. Не знаю, получится, наверное, как всегда. Тащим, тащим, тащим. Потом какой-нибудь раунд от ВП с ЦЗшками, и он выигрывается, и карта заканчивается. А, просто знаешь, вспоминается сразу те самые LAN с Double Elimination сеткой образца 2014-2015 года, где Virtus.pro постоянно приходилось играть два матча за день. И все равно большинство этих финалов они все-таки добирали себе. Вот как получалось. Так что Virtus.pro в этом плане опыта хоть отбавляй. Ну ведь действительно, там, ну, у них куча. Буквально за полгода, три или четыре момента, когда они проходили по нижней сетке, играли Best of 3, потом финал у них был, ну, там тоже либо по 3, либо по 5 с преимуществом. Вот следующая карта трейн будет шестой. А еще вечером играть еще один матч. Поэтому там вообще супер подарок для той команды, которая играет против Virtus.pro. Там ВП уже, возможно, уставшими выйдут на эту встречу. И морально, и физически. Действительно. А может быть, они сейчас вообще все закроют. А может, да, действительно, вот будет плюс мораль, когда ты выигрываешь, то и силы находятся, да, и адреналин в крови появляется. И, в общем-то, команда на кураже может действительно классно отыграть. Воу, Нео! Что за вакт-прострелы сквозь ДМ Рефрэш? В полном шоке и в непонимании того, как же его здесь вообще закрыли. Полные раскидки от Пракстерс и попытка быстрого выхода на точку А, которая заканчивается ничем. Это второе убийство и третье убийство от Бялова. Все? Ну, наверное, да. 2 в 5 Драгонфлай и Бубски должны потащить сложную ситуацию. Мы видим их позиции. Видим позиции ребят из ВП. И понимаем, ну, наверное, это практически все. Хотя, ну, давайте посмотрим. Драгонфлай попадает. Хороший момент. Если бы забирал Бялова, было бы, конечно, круто. Но Бубски ушел. Бялый уже забрал Драгонфлай. 1 в 4 ситуация. Ну, и мы почти на трене. Красиво Виртус Про. Можно сказать, даже элегантно. Особенно такой первый килл от Нео под занавес этой карты. Бубски может стать, конечно, героем. Едва ли не всей Дани, если такое вытащит. Что ж, Бялому квадрокилл давать он уже не позволяет. Миху также подставляется. У Бубского по-прежнему больше половины хп. Бомба лежит достаточно близко. Прощекает ли Нео? Нео как раз делает последнее убийство, как и первое. Бялый помахал ему головой. Да, молодец. Это отличная карта. Ну, да, отличная карта получилась со стороны. И в целом довольно равный счет. На Инферно ведь тоже 16-8 был. Да, да, да. Ну, посмотрите, как продолжает работать тренер с командой. Пацаны, классно. Все с пятюней. Все. Молочеги. Да, взяли на два раунда больше, чем в прошлый раз. Уже есть прогресс на лесу. В следующий раз возьмем 10. А когда-нибудь там через 10 раз вообще будем побеждать. Все нормально. Говорит, что ничего страшного не произошло. Вот видно даже по эмоциям. Я даже знаю, что он мне говорит, что, ребят, мы, в принципе, это и планировали. Мы вышли на третью карту. И сейчас остается просто последнее. Вот сыграть хорошо последнюю карту. Вот, кстати, там второй еще менеджер вместе с командой. Тоже человек очень сильно работает. Там залетел в твич-зону. Там не было бананов. Он так, мне нужны бананы. Тут сразу же побежал. И энергетики, водичка. Там все. Набрал мешок. Полетел к команде. Ну, там все, конечно, молодцы, стараются. Я думаю, им тоже очень приятно, что их команда молодая вот так хорошо играет. И команде, конечно, приятно такое отношение тренера, организатора, менеджмента. Особенно для таких молодых парней. Да, да. Ну что ж, друзья, пока мы ждем нашу студию аналитики, в принципе, мы можем с Костей пока о карте Трейн поговорить. Там буквально пару слов. Вот как ты думаешь, Костя, все-таки сыграют лучше, чем в матче с Хеллрейзер, с ребята из Дании? И смогут ли все-таки они показать хороший Трейн? Потому что я очень сильно переживаю. Я бы сказал, что да. Я бы сказал, что карта Трейн — это хороший момент для команды Фрагстерс. Да, складывается впечатление, что у Virtus.pro, во-первых, огромный опыт от игрыша Трейна в целом. Потому что всегда эта карта у них была там одной из основных. Но Фрагстерс ведь против Хеллрейзерс эту карту пикнули. Они не побоялись ее играть, значит, готовили. И значит, может быть, она даже на третьем месте стоит после Инферно и после Нюка. Как я и сказал, у Ашер просто неподходящий для Фрагстерс стиль. Возможно. Вот так вот. У них очень сильные индивидуалы, очень непредсказуемое исполнение, особенно в матчах против команд вроде Фрагстерс, когда Хеллрейзерс понимает свою доминацию. Но вот у Virtus.pro это может и не сработать, и, может быть, сейчас Фрагстерс совершат небольшое чудо. Посмотрим, да. Потому что когда Ашера чувствует уверенность, то эту команду практически очень сложно остановить. Ну что же, друзья, переходим к нашей студии аналитики. Короткая рекламная пауза. Ну и, конечно же, Тоня, Петрик Хаус дадут свои расклады по прошедшему матчу. Ну и, конечно же, пару слов о третьей решающей карте, карте Детрай. Ну и далее. Хеллрейзерс против Норс. Слайм Страйк все еще будет сегодня. Betts.net. Самый масштабный беттинг-сайт на всей территории СНГ. Подробная статистика матчей. Лучшие коэффициенты. Минимальная комиссия. Множество способов пополнения и вывода. Удобное приложение на мобильный телефон. Betts.net. Заходи и побеждай вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова